Добрый вечер, дорогие друзья! Я сегодня пригласила к нам в гости Дмитрия. Дмитрий – защитник Мариуполя. Дмитрий 7 месяцев пробыл в русском плену. Дмитрий сегодня воин ЗСУ. У Дмитрия очень интересная, сложная, но такая история, которую я уверена должен услышать и узнать каждый. Потому что, Дима, Вы своим примером и Вашими поступками, я думаю, что мотивируете и вдохновите очень многих наших зрителей, которые посмотрят сегодня это интервью. Дай Бог! Ну, начну я не обычно, а начну я специально. Видите, сказала Дмитрий, без фамилии. А сейчас дойдем до фамилии. Ваша фамилия Москва. Дмитрий Москва. Да, да, да. Через буковку О. И как, скажите, пожалуйста, сегодня, особенно в ЗСУ, Вам живется с этой фамилией? Мне отлично. Ну, типа, никаких лишних вопросов не задают. Ну, все нормально. Типа, за фамилию там никто меня не ущемляет ни в чем. Чувствую себя более чем комфортно. Бомбить Вас никто не хочет исповредить? Меня нет. Именно меня нет. Только Москву, да? Да, да, да. И позывной у Вас Москва? Да. Но я так понимаю, что в плену у Вас были проблемы из-за Вашей фамилии еще дополнительные, правильно? Да. Я думал, что как-то мне будет там полегче, но нет. Были еще дополнительные вопросы. Типа, за кого ты воевал? И так далее. Хотя у меня вся семья украинцы. Я пытался узнать, откуда там моя фамилия пошла, да, но так я не докопался, если честно. Ну, папа у меня русский. Ой, фу, русский. Украинец. То есть мама украинка, бабушка тоже, дед тоже. Ну, без понятия. А Вы представляете, Москва это еще что? Представляете, у кого-то же наверняка есть сегодня фамилия Путин. И что этим людям делать с этой фамилией, если они, например, не имеют никакого отношения и родственных связей с военным преступником Путиным? Я когда служил на срочной службе, и нам старшина говорил так, говорит, ну все, появился у нас Москва. А ты представляешь, у нас есть Путин. Он говорит, каждое утро нам флаг, говорит, поднимает. Дим, ну что, давайте начнем с начала широкомасштабного вторжения России в Украину. Вы родом из Мариуполя, вы мариуполец. Вот скажите, как вы встретили это широкомасштабное вторжение? Кем вы тогда были, служили, работали? И с какими мыслями вы встречали широкомасштабную войну? Как встретил? 24 числа нас подняли по тревоге. Был дома с женой, бабушка была дома. Разбудили, сказали срочно явиться в часть. Приехали в часть, открываем новость. Я подумала, блин, что случилось? Смотрим, там, там бомбят, там бомбят. У нас по станции, станция в городе радиоэлектронной борьбы была. Тоже туда бобахнули, по складам начали бахать. Уже на окраина города были слышны взрывы. Ну и мы такие, мы поняли, что это война. Ну типа, ну до конца я, конечно, не верил. 21 век на улице, какая война. Я думал, ну всё решается дипломатическим путём, ну никак не жертвами мирных людей, военных вообще, просто жертвами любыми. Вы в самом Мариуполе жили? Да, 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 в самом Мариуполе, в центре. И родились в Мариуполе? И родился в Мариуполе, да. Сколько вам лет? 25. 25. А вы, вы сказали, подняли по тревоге. То есть вы уже были изначально в Тироборону записались? Или вы по военной специальности пошли? Или какая у вас специальность была до этого? У меня небольшой софт-бизнес был до этого всего. И у меня был контракт, типа, я раз в год собирались на учения. Вот, и мы проходили учения, типа, уже со 109-й бригады. Вот, типа, я был закреплён за ними, чтобы не ездить там в другие города. То есть вы уже, ну, вы же почему-то пошли, да, в Тироборону, вы же почему-то захотели проходить эти учения. Вы тогда уже понимали, что придётся защищать свою землю с оружием в руках от русских? Ну, нет, наверное. Тогда я ещё этого не понимал. Просто, не знаю, мне нравилось, типа, я до этого, до этого у меня был там контракт, я служил. И потом вернулся, там, начал чем-то своим заниматься. И, блядь, сказали, вот, можно заключить контракт, типа, ездить на сборы. Я такой, блин, а почему нет? Ну, типа, мне это нравилось. И всё, и вот заключил контракт. Получается, контракт я подписал там 6 января 2022 года. А когда вы уходили 24 февраля из дому, у вас, я так понимаю, оставалась беременная жена, да? Да, 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 жена была беременна уже на пятом месяце. Это первенец ваш, да? Да, да, да. Хорошо, и что началось в Мариуполе? Мариуполь – один из самых пострадавших городов от русских фашистов. Вот расскажите, что вы видели, что вы переживали и как вы боролись? Видел я всё. То есть я понял, какое вооружение вообще есть в мире. Я до этого там сильно так глубоко в военную технику и так далее я не вникал. Мне это было не особо интересно. Но я увидел, что есть и самолёты, есть и бомбы, есть и фосфорные заряды. Ну, вообще, и ноны я увидел первый раз. Это техника, которую я никогда не видел там. То есть россияне на мирное украинское население сбрасывали всё, всё вооружение? Корабли ещё, да, корабли. На Шазовское море было рядом ещё. Залховская, ну, корабельная артиллерия по нам работала. Ну, абсолютно всё было. И самолёты дома, как в дом у себя летали. То есть мы даже его видели, а у нас просто сбить его нечем было. То есть никакого у нас там ПЛО не было. Ну, там пару игл, если было, то и то хорошо. Ну, типа можно было вертолёт какой-то достать. Всё, больше ничего не было. Как вы боролись? И что вот вы видели? Ну, эти кадры, которые облетели, в принципе, весь мир, когда просто Мариуполь усеян, улицы Мариуполя, центр Мариуполя усеян трупами, трупами мирных украинских жителей. Там и все без разбору, и женщины, и детки, и пожилые люди. И то, что в подвалах творилось, когда люди просто погибали без еды, без воды. Что вы видели? Люди не в понимании. Ну, понимаете, мы тоже были военные, да, у нас там люди спрашивают, а куда можно выехать. А я знаю, что там ехали, и я передаю информацию, которую мне там поступили от моих коллег. Там выезжали, колонну расстреляли, был какой-то мирный коридор. И, ну, люди под свой страх и риск пытались выезжать. Ну, и у нас спрашивали, и тоже, знаете, так сказать, что вы можете ехать спокойно, да? Ну, типа, мы не могли. Вот, езжайте, ну, знаете, там вот так вот происходит. Все, то есть если вы решили, едьте. Там никто никого не держал. Знаете, как гуляют там эти самые видео в интернете, там, где люди рассказывают, как их военные там держали в заложниках, щитом каким-то, типа, мы за них там прятались. Ну, такого не было. Хочешь идти, просто иди. Ну, мы говорим, что там небезопасно. Вот и все. Никто не знал, куда может этот снаряд прилететь, или, ну, или самолет, где бомбу сбросил. Вот, вообще, ну, не было связи, не было никакой... Ни мобильной связи не было. Никакой, просто вообще полный вакуум, и ты не знаешь, что делать. Люди, которые бы выезжали, это они ехали на свой страх и виск. Вот и все. Потому что, ну, что там было в городе оставаться опасно, что ехать было опасно. В городе заканчивались все продуктовые наборы, там, ну, и сколько ж можно, там, без воды жить, в подвалах. Ну, это на психику очень сильно давит. Плюс дети, кто-то больше за детей переживал, поэтому вывозили их, кто-то боялся ехать. Ну, каждый принимал выбор для себя. Страшно было? Страшно? Конечно. И мне было страшно. Ну, всем было страшно. Ну, только мы были сверху, а люди были внизу в подвалах, понимаете? Мы помогали им, чем мы могли. Ну, вот, к примеру, я говорю именно за себя, не могу сказать за всех, да? Конкретно за себя мы людям продукты носили. Ну, в основном, конечно, детям. Там где-то сладкого в каком-то магазине, там, мы берем, что осталось. И несли людям. В руки вот так раздавали детям. Все говорят, так, что, когда закончится? Блин, я не знаю, когда закончится. Ну, я думаю, что там лучше. Я был на левом берегу. Я говорю, ну, направо, наверное, лучше. Я думал, что у нас там такая только проблема. Но, оказывается, это вид, где так было. Вы много смертей видели? Достаточно. Но я не хотел бы за это вообще вспоминать. Очень много людей мирных, вообще мирных, пожилого возраста. Кому-то надо было таблетки принимать, и ничего ж не было. Ну, очень много людей просто так на улице лежали. Ну, это неприятно вспоминать, на самом деле. И опять еще раз через это проходить. Друзья, у нас отличная новость. На наших YouTube-каналах в гостях у Гордона, Дмитрий Гордон и Олеся Бацман появились новые возможности для нашего с вами более тесного, дружеского общения. Теперь под этим видео и под каждым видео у нас на каналах есть специальная волшебная кнопочка «Спонсировать». Нажимайте на нее и становитесь спонсором канала. Вы можете выбрать разные уровни и, соответственно, получить разные дополнительные опции и бонусы. От возможности иметь именные обозначения возле наших никнеймов и использовать авторские эмэдзи «Со мной» и с Олесей Бацман на ее канале до участия в закрытом онлайн-общении «Со мной» только для нашего спонсорского клуба каждый месяц. Спасибо всем, кто вступает в наш спонсорский клуб. Вся команда, которая работает над тем, чтобы наши каналы были самыми лучшими, самыми яркими и самыми интересными, очень это ценят. Вы были одним из тех, кто штурмовал поселок Ляпина. Расскажите, пожалуйста. Да, у нас, получается, поступила команда. Это было 10 марта. Нас с одной точки перебрасывать на другую точку. Сказали, что там небольшая ДРГ-группа прорвалась. Сначала там должен был быть штурм на 8 наших человек, потом там все переигралось. Потом было 80 человек, одна залушка, и все. И мы вот эта Ляпина, весь низ зачищали до Пожевановской церкви. Ну, на Пожевановскую церкви у нас там не получилось подняться, где-то возле нее. Ну, два человека мы потеряли с 80. Два 200 и один 300 был. Вы тогда уже с русскими столкнулись? Вы уже видели? Это уже были? Да, так они там были. Получается, я занимался эвакуацией раненого. И там, получается, Ляпина. И такую проселку, ну, как, дорогу только делали. И надо было перебежать через эту дорогу, чтобы найти где-то эвакуационную машину, чтобы вывезти раненого оттуда. Ну, хорошо, что у местных были там машины, стояли. Открыл мужчина, я говорю, дайте машину для ЗСУ, говорю, надо вывезти раненых. Ну, дали мне ключи там от джипа. Я говорю, там, через два часа придете, его заберете. Я сказал, где ее забрать. Ну, говорю, нам машина не надо, приедете, я ее заберем. Все хорошо. И потом он поднялся, забрал машину. Да, слава богу, мы вывезли. Там был один капитан, раненый, и обычный солдат. Ну, все, надеюсь, остались живы. Мы им сразу помощь оказали, перевязали. Ну, и там уже наши пацаны закреплялись на позициях, которые мы отодвинули, получается, вперед. Вы сказали, что вы пытаетесь вообще забыть то, что вы увидели тогда. Понимаю это. Скажите, пожалуйста, вот если говорить о том, что вас больше всего потрясло. Вот все-таки это важно. Это важно, чтобы все те, кто нас видят и слышат, и в Украине, и за пределами, понимали вообще, что такое российский геноцид по отношению к украинскому народу. Ну, это вот, давайте я вам приведу один пример. И это такой самый, наверное, болючий для меня был. Мы стояли на посту, да, и, получается, российская ракета попала в пятиэтажку. Да, и там женщина, получается, была на третьем этаже, и я прям слышал, как она кричала, спасите, помогите. А я ничем помочь не мог, потому что весь дом уже плавал. И я вот эти крики слушал на протяжении трех-четырех часов. Это очень было тяжело эмоционально. Ну, это просто словами, знаете, так не пишешь. Когда человек заживо сгорает в доме, ты ничем ему не можешь помочь. То есть она заживо сгорела в доме? Да. Это такое, знаете, это один, наверное, из примеров того, что я видел. Были люди, которые лежачие, были. Дом горит. А мы не можем попасть в квартиру, дверь закрытая. Мы слышим, как крики, да. Мы пытаемся выломать эту дверь, короче. Пожар все больше и больше, у нас ничего не получается. Там, получается, еще такие дома были. Вход, тамбур, да, одна дверь и потом еще вторая дверь. И, ну, это было очень проблематично открывать. И вот опять все. Потом все сгорело уже. Знаете, только по костям ходишь. Мы возвращаемся, да, там, ну, там просто кости. Кости лежат. И непонятно, кто это лежал. И, ну, таких ситуаций достаточно много. Если их всех вспоминать, понимаете, то, ну, в каждом доме есть погибших. В каждом доме абсолютно. Это просто... Ну, люди ходили за водой. Это же самое. Мины ложились туда. Все, кто выжил, кто не выжил. Ну, очень страшно было. То есть ракеты у них неточные. Понимаете? То есть если они целятся в одно место, то они попадают совсем в другое место. Вот и все. Там уже такой расход боеприпасов, думаю, на Мариуполь. Мне казалось, они туда склад. Просто один вывезли и все. Дим, скажите, по-вашему, какое количество погибших в Мариупольце в результате российской войны, российской агрессии? Потому что я сейчас цифры разные слышу. И 80, и 90 тысяч погибших. Ну, я склоняюсь это тоже к этой цифре. Я думаю, 1100 миллионов граждан погибло. Просто я не могу говорить конкретную, допустим, цифру, так как я ее не знаю. Это, во-первых. А во-вторых, я видел только, что было на том участке, там, где я был. Я не видел другой обстановки в городе. Ну, вот конкретно за свой там участок. Могу рассказать там, где был. Что были вот такие ситуации. Их было достаточно много. И могилы были в каждом дворе. Вы участвовали в уличных боях, и там вас ранили. Причем вы получили 4 пулевых ранения. Да, в уличных боях участвовали, 4 пулевых ранения получил. Слава Богу, живой. Нога на месте, все на месте. Боженька вот так в лоб меня поцеловал, знаете. А у вас в ногу ранили? Это все 4 пули в ногу пошли? Одна в руку, вторая в ногу, третья в ляжку, четвертая в правую ногу. Ну, как-то хаотично получилось, что по конечностям получил ранение. И вот в таком виде, уже раненый, то есть, ну, фактически истекая кровью. Что дальше? Вот что с вами было? Расскажите. Ну, попал в плен, получается. Так, хочется, русские продавили. Кусок там, знаете, клином вошли. И мы выходим, и раз мы выходим на них. И все, попали в плен. Тоже, ну, страшно не было. Нет, мне больше было страшно так, знаете, передвигаться там, ну, по улицам. Потому что, не знаю, мне казалось, что все хуже и хуже обстановка. Все линии фронта прям ближе, 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 ближе отступать просто в гудне, когда еще ранили. Знаете, там, шаг делаю, и все тяжелее, тяжелее, тяжелее идти. Ну, все, они нас обыскали, этот самый, бинтом ногу за этот самый, замотали. И все, и встретился я с кадырцами. А дальше, конечно, уже было хуже намного. Сначала я сутки спал в собачьем вольере. Это было 20 апреля. Холодно было, нас разделили. Вот, в Тормухе только находился. И в собачьем вольере мы сутки спали, нас запрашивали. Потом нас ночью отвезли на какой-то сарай. Там мы были еще трое суток, там фотографировали нас. Там татуировки, азов, не азов. Вот это вот все, им хотелось азовцев увидеть. Вот, потом нас на Новоазовск отвезли. С нами был парень, он, получается, с Азовом был. Сам он с Донецка самого служил в Азове. Закончился у него контракт 31 декабря. И он пошел, когда началось полномасштабное вторжение, пошел к второму. Вот. И так получилось, когда русские узнали, то, что он с Азова и еще с Донецка. Короче, парню было 25 лет, его просто забили лопатами. По дороге в Донецк он погиб, все тело выглазили просто и все. Это у вас на глазах было? Да. Лили, наверное, час просто, типа, какого хрена ты воевал? Ты откуда? Там, он говорит, сам с Донецка. И вот, все, с Донецка, азов и, короче, вообще. Ну, я не знаю, хотели его убивать или нет, но сам факт, что пацан не выдержал просто, и организм не выдержал. Не знаю, там, наверное, ему все, все ребра поломали. Просто лопата штыковая, вот, как, знаете, огород копают. И вот так вот по горбу. И все, и парень погиб. Вы какой-то период были в плену в Оленевке, правильно? Да, в Оленевке находился где-то месяца 3-4, наверное. А когда там русские устроили теракт? Вы не там были? Там был, там находился. Что там было в итоге, вы понимаете? Ну, я понимал, что это все спланировано. Знаете, это вот просто можно описать одним предложением. Их туда перевели за два дня до. Все. Ну, типа, все ясно. Мы еще спрашивали, там, видите, пацаны с Азова ходили, помогали, там, раненых перевязывали. И мы спрашиваем, куда это пацанов ведут, типа. Это их просто расселили. Мы такие, блин, может, куда-то их перенаправлять будут. Ну, знаете, хотелось, что узнать. Может, на обмен готовили. Мы же не располагаем никакой информации. И все, и через два дня, бах, все. Мы такие, блин. Сколько там? Там где-то было порядка ста человек, наверное. Где-то человек шестьдесят погибло. Да, остальные там какие-то ранения получили. Вы рядом там прямо? Да, да, да. Там небольшая колония, на самом деле. Там этот ангар, где она находилась, там, ну, взрыв был слышен, дай Боже. Скажите, вот если говорить, ну, тут каждая секунда на фронте опасна, это понятно, но на ваш взгляд, вот самый опасный момент, какой у вас был уже за это время, когда вот вы сказали один раз, что Боженька поцеловал, вот когда смерть проходила, ну, очень рядом, но слава Богу. Снайперы, пуля буквально, я не знаю, сантиметров двадцать до головы не достала. Просто так, я захожу, и как раз захожу за угол дома, и как раз пуля летает, летит туда. Ну, все. Вот и в таких ситуациях там каждый день, знаете, слава Богу, проснулся, слава Богу, проснулся, слава Богу, этот самый живой, целый. Все, ну, как бы, там, знаете, каждое утро просыпаешься, и такой, блин, слава Богу, или ракета куда-то летит, слава Богу, не в меня, ну, типа, понимаете. Дорогие друзья, благодаря в том числе и интернет-магазину Гордон Шоп, мы смогли приобрести уже для наших вооруженных сил 60 дронов DJI Mavic 3 Flymoor Combo, дронов, которые так необходимы сегодня на фронте. Я обращаюсь ко всем. Заходите в интернет-магазин Гордон Шоп и приобретайте там все, что хотите, начиная от футболок с моим изображением, заканчивая книгами с моим автографом. А еще там есть конфеты, Гордон в шоколаде, птичье молоко, а еще там есть яйца Гордона в шоколаде в золотой пирамиде, а еще там есть кружки, зефир и так далее, и так далее. Когда вы окажетесь в интернет-магазине Гордон Шоп, скучного точно не будет. Покупайте мой мерч, приближайте победу Украины над фашистской Россией. Я не буду вас спрашивать, насколько вас пытали в плену, были ли издевательства, потому что я понимаю, что когда кто-то где-то публично подробно начинает об этом рассказывать, то потом нашим ребятам, которые остаются в плену многим, еще больше начинает прилетать. Поэтому я и так по вашему рассказу, в принципе, все понимаю, я думаю, наши зрители тоже все поймут. Скажите, пожалуйста, а вот весь этот период, вы были в плену 7 месяцев, весь этот период, где была ваша жена, которая, получается, она и родила уже, да? Родила в Мариуполе, да она. Где она была и как что-то ей было? Ну, находилась у родителей там, не в самом городе они жили, а за городом. Находилась там с родителями. Ну, слава богу, что там родители жили, знаете, в селе, грубо говоря. И выехала она туда в марте, 27 марта выехала, сама на Личевском районе была. И, слава богу, там тихо было, за городом было тихо. В Мураде, конечно, было жесть. А как она рожала? Когда она рожала? Где в это время были львы? И вы вообще знали ли они что-то о ребенке? Я в плену находился. 3 августа она родила дочку. Вот. Назвали Вероника. Сейчас ей уже годик. Вот. Уже не рядом. Забрал их с оккупированной территории. Она родила во время оккупации, получается, да? Да, да, да. В больнице она рожала или как? Как вы говорите, я не услышал. В больнице она рожала? В больнице рожала, да. Ну, в Мариуполе в больнице. Я не знаю, правда, в каком там состоянии эти больницы были. Я там сильно не расспрашивал. Но сам факт, что в больнице рожала, да. А вы, когда она рожала, вы знали об этом или вообще никаких не было известий? И она знала ли о том, что вы живой и что с вами? Знала, да. Знала, что живой. Потому что в сети появилось видео, как мы, ну, как нас там, с нами общаются, кадграфцы. Ну, вот она увидела это видео, там еще такая надпись была. Пять боевиков сдались с завода Азовсталь. Такая смотрит и говорит, а кто там боевик? Это же мой муж. Это мой муж, это он не боевик. Ну, и все. Я знал, что я попал в плен, знал, что я раненый. И потом я уже в плену с ней вышел на связь. Тоже, как это происходило, знаете, так рассказываешь, и типа никто не верит. Были телефоны в Еленовке на барак. Я не знаю, как они там появились, но они там были. Вот и все. Просто я туда попал позже, чем сдался весь завод. Все. Сам факт, что они там были, да. И у меня один раз получилось позвонить жене и сказать, что все хорошо. И то не жене, а я позвонил. Прятали телефоны, да? Конечно. Ну, где прятали, как прятали тоже. У меня телефона не было, мне просто надо было позвонить. Я подходил, очередь занимал. Когда связь была, тогда мы только и звонили. Ну, там 40 секунд поговорил и все. Да-да-да, жив-здорово, слава богу, все хорошо. Ты как? Ну, больше хотелось, конечно, услышать их, как они там себя чувствуют. А я говорил, что у меня все хорошо, все. Все хорошо. Когда вас освободили из плена? Это же уже вы в России, да, сидели? В Таганроге, да, находился. В Таганроге там много пацанов, азовцев. Это типа строгий режим, поняли? И вот там, конечно, вообще такие изберги работают. Я не знал, что такие люди на самом деле и бывают. Бьют, 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 бьют постоянно, где-то как-то, шокер. Бьют, на баню ведут, бьют. Ну, гимн этот России поешь. Ну, короче, такое, ну, постоянно какие-то издевательства, там, это, знаете, мы уже к этому начинали привыкать, что у нас там, ага, сегодня четверг, мы идем купаться, там, все, и сегодня нас будет полупасить. Ну, как-то сами себя так подготавливали. А когда вы вышли из плена, скажите, вот состояние и моральное, и физическое потребовалось долго вам реабилитироваться? Или вы сейчас чувствуете, что нужно что-то еще дотягивать? Я думаю, как вам так сказать, может быть, физическое состояние уже лучше, чем было, но психологическое, оно такое расшатанное. Там тебя, ну, тебя просто в плену ломают, понимаете, человека. То есть ты приходишь, и ты начинаешь уже заново себя тут собирать и, ну, понимать вообще, что происходит, как происходит. Там, типа, ну, для себя ты что-то понимаешь. Ну, все по-другому ты воспринимаешь. Допустим, раньше я там не ценил кусочек хлеба, да, сейчас я за него, там, вау, это классно. Вся жизнь перевернулась, там, и ценности перевернулись. Хочется, конечно, чтобы было все нормально, но не... Идем, потихоньку идем к этому, с психологами работаем, реабилитацию проходим, там, операцию делали на ноге. Вот сейчас должны уже делать вторую, потому что тревожит постоянно. Нога, там, икру так разорвала сильно. Вот. Посмотрим, что будет. Но реабилитация была у вас, слава богу. Да, долго, у меня была долгая реабилитация, где-то месяцев 8. Ну, изначально это было от, ну, от ССУ. Там, госпиталь, госпиталь направляет тебя на ликование, откуда, ну, в санаторий. Ну, это уже после операции. Направляет в санаторий, там проходишь какие-то физиотерапии, с психологами разговариваешь, там, ликувально, там, физкультура, там, ногу раз... Ну, я за себя рассказываю, в моем случае, там, разабатывали ногу. Вот. Потом еще раз отправляли. Там уже более такое глубокое обследование было, потому что у меня постоянные головные боли, вот, и там проверяли больше голову. Ну, проверили все. Потом появился такой проект, сердце застали и тоже помогли на реабилитацию. Меня в семью отправили. Вот. Ну, шикарно вообще. Это Ахметова фонд. Помогает всем защитникам. Там, я знаю то, что этот фонд вставляет протезы, там, типа, кому надо, там, ну, и операцию, там, делают. Ну, прикольно. Ну, хороший фонд, правда. Делают именно, знаете, как не обыбло, а вот, ну, реально помочь человеку, там, да, если какие-то есть проблемы, то его вылечат. Значит, это частные, наверное, компании какие-то делают, операции. Ну, находятся, потому что, допустим, наши врачи не всегда могут это сделать. Кто-то не хочет это делать, но я не знаю, как это происходит. Дима, скажите, ну вот, несмотря на все то, что вы рассказали, что вы пережили в плену, вы ведь не сломались, потому что после всего этого вы решили продолжить воевать. То есть вы продолжили служить в ЗСУ, и сейчас вы в составе ЗСУ, и вы защищаете. Вы защищаете, продолжаете защищать Украину. Когда победа наша? Я думаю, победа будет скоро, но насколько скоро она будет, неизвестно. И какой ценой, тоже неизвестно. Вот это очень обидно, то, что гимнут обычные пацаны. Обычные мирные люди, дети из-за политики. Это из-за политики одного человека, понимаете. Пришел сделать демилитаризацию населения. Вот такое, борется с фашистами, убивать мирных детей. А что бы Путину сказали или сделали, если бы вы с ним оказались в одной комнате? Да я не знаю, я бы, наверное, его застрелил. Ну просто взял и застрелил. Я бы ничего не говорил, что можно сказать этому человеку, который руками других людей делает вот такое в 21 веке. Просто и молча. Мне бы, наверное, население России адекватное, стоя бы похлопали. Понимаете, за то, что я сделал. Не знаю, сколько там того адекватного. Там люди боятся просто говорить, я уверен. Просто боятся, потому что там все настолько жестко. Кто сказал, все, сюда. Все, в тюрьму, в тюрьму, сразу, фук, сидят. Там их, я думаю, к ним не особо хорошее отношение и все. Вот наших пацанов судят непонятно за что. За какие-то преступления, которые они нашли, как-то сделали. Что-то они, кого-то они расстреляли. Мирных жителей. Там он смотришь разные каналы ДНРовские. И там они 20 лет, 30 приговаривают. За что? За то, что ты был дома, ты защищал, ну типа, защищал свою страну, свой дом? Непонятно, находят кого-то. Ну, это понятно, это все делается для отчета. Ну, просто, может, это как-то повлияет быстрее на обмен наших пацанов, которые там в плену сидят. Ну, я не знаю. Уже ищешь для себя каких-то, ну, какие-то оправдания. Типа, судят, значит, быстрее поменяют. Дим, скажите, пожалуйста, вот после всего этого, да, после всего, что вы натерпелись от России, от россиян, вам фамилию не хотелось поменять? Ну, я, не знаю, я горжусь своей фамилией, мне она нравится. Типа, бывает, люди так реагируют, ну, типа, ну, это не особо хорошего ума люди, знаете, ну. Нормальный, блин, таки, Москва, прикольная фамилия, я первый раз такую встречаю. Ну, все спрашиваются, блин, а как тебе живется? Я такой, там, ненормально живется. Спасибо, спасибо, что спрашиваете. У меня все хорошо, и, там, из-за фамилии, вообще, я не знаю, какие могут быть проблемы из-за фамилии. Я же не сам себе ее выбирал. Все есть, значит, есть. И меня, типа, я ее не собираюсь, потому что это кому-то там не нравится. Дима, я хочу вам пожелать, я хочу вам пожелать удачи. Берегите себя, берегите Украину. И спасибо вам за это интервью. Спасибо вам. Всего доброго. Слава Украине. Первым славам.